Продолжение следует... 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 Значит, среди них был сын президента Татарстана, вот, но вот на этом фоне так вот тревожно, конечно, было. Всегда путешествие на самолете, оно более тревожно, чем на земном транспорте, хотя по статистике, вроде как, событий таких трагических на земном транспорте не меньше. Вот, но прилетели мы здесь сюда, Барнаул, даже немножко раньше нашего времени прилета, а следом за нами был следующий рейс, и я слышал о том, что этот рейс Боинг-самолет кружил над Барнаулом продолжительное время и не мог приземлиться. Ну, из-за непогоды, большей частью, потому что, когда мы садились уже в такси, пошел снег, а потом он повалил, как вы знаете, в этот день он прям сильно повалил. Ну, еще раз благодарю всех, братья и сестры, за ваши святые молитвы. Путешествие было успешным, завершилось благополучно, слава Богу. Там, во время моего пребывания в Москве, я посетил по просьбе, наставлению Игнатиховича, кран на Версеневке у отца Кирилла. Значит, побывал на этой службе, на вечерней службе, которая продолжалась 4 часа, но выстоял я эту службу, в прямом смысле, потому что многое, большая часть непонятно, да еще используют они там микрофон, там усиливают, а там три коллеги, прости меня Господи, в этом храме-то стоит. Только прислуга, больше никого, прихожан-то практически не было. Значит, ну, зашли там двое, два мужика, они быстренько ушли, поставили свечи и ушли. Один зашел в нетрезвом состоянии, ну, там что-то пошарашился, пошарашился, его тут быстренько вывели из храма. Вот и все. Ну, после, значит, службы я подошел к отцу Кириллу с вопросом, который был задан мне через Игнатиховича, я задал ему, значит, этот вопрос о возможности иметь нам ставку подобной той, которая была в Ростове в прошлом, ну, в этом году. Мы, значит, пошли после службы вокруг изгороди, вокруг забора, вокруг этого храма с молитвой, и вот во время этого читала за нами, шла псаломщица, вероятно, она читала молитву, а мы с ним уже беседовали. Ну, он меня адресовал к одной из своих сотрудниц в этом храме работающих, я с ней переговорил, она меня перевел к другому еще человеку, в общем-то, через третье лицо, как говорится, я, значит, переговорил с ней, она мне сказала, что есть вроде как две, два варианта. Один вариант – это Тверь, около Твери, но этот вариант не очень хороший, там плохие подъезды, и там, в общем, одна старушка какая-то, которая вообще мало что может сделать. А второй вариант – это село Барабаново на трассе от Москвы на Ростов-Дон, в двух часах езды от Москвы, но в Москву фуру вообще не пропустят, это однозначно. Да и там не подъехать к этому храму отца Кирилла, там практически с такой машиной делать нечего, там не развернуться, не проехать. Ну, одним словом, потом продолжались переговоры по телефону еще неоднократно, потом дали мне телефон в этом Барабаново, это женщина, которая там работает учителем в школе, с ней я разговаривал, она обещала переговорить с администрацией района, с администрацией клуба, но вот так потом все и закончилось с тем, что одними обещаниями, посулами. Ну, выяснилось, что там, в принципе, в этом Барабаново, никто встречать эту машину не будет, разгружать не будет. От отца Кирилла, конечно, никто не поедет туда из Москвы разгружать и хранить там наш груз. Так что вот на этом и осталось все. Вот, ну, потом, значит, я был еще у друзей в Дмитрове, а потом еще был я в храме Христа Спасителя. Вот, храм Христа Спасителя произвел больше впечатления снаружи, чем внутри. То есть я ожидал большего, ничего там особенного в храме нет, хотя служба была, ну, скажу, обычная, как вот в московских храмах везде, в московской патриархии и храмах. Но были две проповеди. Проповеди были продолжительные и так по существу, по содержанию прочитанного Евангелия и неоднократным упоминанием Господа нашего Иисуса Христа Спасителя. Так что это вот было отмечено мною. Но, естественно, все как во всех храмах московской патриархии во время службы исповедь и продажа всего необходимого для прихожан. Хор поет, конечно, великолепно, но акустика в храме никакая, потому что многое плохо воспринимается и слышится, потому что забивает все, и я соскучился по нашему неискусному пению здесь, в нашем дорогом храме. Еще был в одно, вот когда ездил в одно из воскресеньев, ездил я в Дмитров, перед тем, как отправиться в Дмитров, я был на службе около станции метро Тимирязевская, храм Николая Чудотворца, так называемые у старушки, у семной старушки. Храм небольшой, деревянный, уютный, там даже есть детская площадка для детей оборудованная, подобно нашей, качели есть, и горки такие, ну, в общем, так устроено. Первая служба уже прошла, я приехал ко второй службе как раз. В этом храме тоже служба была, ну, так, как обычно во всех храмах Московской Патриархии, но были две проповеди, одна продолжала другую, и также были содержательные такие вот, ну, мне понравились эти проповеди. Ну, там душно было, и во время исповеди, ну, так же, как обычно, во время службы уже служба идет, и уже причастие даже идет, а продолжается еще исповедь. Так что вот такая вот ситуация была. И во время исповеди одному там юноше стало плохо, и священник его прям вынес на улице, на руках. Ну, вот так вот мои были впечатления от посещения храмов, и, ну, еще был, когда на встрече со своими бывшими друзьями и знакомыми по эсперанто, вот попал на празднование дня рождения, ну, вот я еще раз вспомнил, уже когда был студентом, и, конечно, эти вот все пирушки, в которых я присутствовал, они вот вызывали внутреннее неудовлетворение, пустоту, вот это вот, ну, разговоры ни о чем. Все вот это пустое и ненужное в этой жизни, вот настолько уже, вот оно далеко в нашей жизни теперь христианской, что еще раз, вот, с благодарностью вспоминаю о том, что там меня ждут дорогие братья и сестры, и наше общение здесь, оно во Христе, которое приносит истинное удовлетворение. Слава Христу! Ну, давайте вспомним, кого у нас сегодня нет, кто путешествующий, путешествующий, я знаю, Валера позвонил мне, что он путешествует, Валерий Сокольский, он путешествует в Рудцовск, у него там позвонила мама, что она сильно заболела, и он должен ее посетить. Но я не вижу и дочери, Лены нету, кто-то, может быть, тоже заболел, не знаю, вот еще кого у нас нет. С чем поехал? Путешествующий, Дубунов. Путешествующий, кто еще? Дубунов. Дубунов, да, ну Дубунов, Игорь, да, мы знаем, что он в Красноярске. Вчера я спрашивал, что он еще не вернулся с путешествия. Зои нету. Зои Шубиной нету. Галя Кубайкина давно нету. Кубайкина, она болеет. Я ей звонил, она сказала, что ей значительно лучше, но вот я ожидал ее увидеть, однако не вижу. У нее давление, она поднялась. Бобровой Надежды Афанасьевны давно нету, кто-то бы сходил. Ну, по Бобровой я не знаю. Галя Кубайкина, я видела сегодня утром, она пошла в храм Андрея Первозванного. Я, говорит, тут немножко постою, долго стоять не могу, мне плохо бывает. Болеет она еще, сильно болеет. Ну, по Надежде Афанасьевне, мы давно уже говорили, поднимали этот вопрос. Будет она ходить к нам или не будет, но она вот там все ссылается на то, что... А ты причину-то знаешь хоть? Ссылается на то, что у нее тяжело больная мать. Да, конечно, нет. Она ходит в другое место. Ну и вот все. Тетя звонила. А они имеют перед собой четко поставленную цель, чтобы она сюда не ходила. И кто-то из наших говорил, повесил труппу. Значит, ну повесил, это означает бросил. И тетя вышла на меня. Да какие вы верующие, да то... Я понял, прерывать разговор нельзя. Иначе я в этот разряд сразу попал. И я до конца стал ее слушать. Она всю биографию от первого дня до последнего рассказывает, какая она плохая, какую вы приняли. Она с первого дня, когда она здесь, они бомбардируют буквально. Но меня вышли первый раз. И я прослушал до конца. И она в конце концов выдохла. Ну, больше ничего. Дальше начался повтор. И опять. Такая она плохая. Но если она плохая, значит, она будет лучше. Тем более плохая была до крещения. После крещения ничего не имеет. Притом определенно, четко, не она одна. Там, которые к нам еще ходили некоторые. Поставили задачу. Задача выполнена. Вот и все. Вы ей это все расскажите. Я ее не вижу, Надежда Афанасьевна. У нее никаких причин, ничего нет. Они ее забивали буквально дома. Зачем ты сюда идешь? То тебя там... Первое, значит, ты оскверняешь всех здесь. Тут святые люди. Другое дело, там всякие подлые. Ты идешь к ним оскверняться. То есть, если один вариант не идет, они сразу перекидываются на второй. И она, сама, может, того не осознавая, выполнила план, который поставлен. А уперлась. А что упираться? Ты ходишь и уходишь. Сюда они не приходят. Задача, вы понимаете? Вы старайтесь за кулисы туда посмотреть. Вот у нас была Света Клюй. Клухонимая. Ну, столько же в ней добра. Это даже высказать нельзя. Вот этот Питер громаднейший стоит. Это ее. Переписала все там крупными буквами. Это ее. Но себя ни грамма не смирялок. Вот она же начала жаловаться, что на работе там какая-то Наташа. А она-то сама преподавала там. Глухонимым. Она сама глухонимая. И Наташа это неправильно про нее сказала. Но я не знаю эту Наташу. Она опять мне. И кто-то этой Наташи сказал. И она пришла сюда к нам. Вообще-то удивительно даже. С другого конца города пришла. И меня не было батюшки. Батюшка поговорил. Сегодня, как говорят, совершенно адекватно сейчас. То есть совершенно нормальный, хороший человек. Ну, нормально. Она к батюшке прямо насела. Почему ты ее не выгнал? Зачем ты с ней разговаривал? На батюшку. Батюшка говорит, что я должен был сделать? Ударить ее. Программа-то мне никакой не дала. Но я отозвался хорошо. Она этого батюшке простить не могла. Что он, а не отозвался хорошо. И я нету. Понимаете, что обязательно за этим что-то есть. Когда о нас плохо сказали или не так, как вот священники. Он сразу меня в черный список занес. И всем распространяет дурную молву. Это один и тот же демон учит их. Не от Бога это. От Бога поднять из раненого. Положить его. Привезти, отдать в гостиницу. Вот это от Бога. А это не милосердно. Это бандиты на дороге. Это духовный киллер. Убийцы душ. И это вещи надо назвать своими именами. Так. Вот я тебе, которые не пришли, которые я постарался узнать. И я молюсь, как каждый человек, и стараюсь узнать, а что за этим стоит. И Бог открывает через других. Я ее не звал тетю. Она со мной по телефону вышла на меня. Даже чудо просто, как к ней люди приходят, и притом ни с чем не связаны, никак ко мне. Вдруг телефон-то, да, вот несколько дней мне звонит один человек. Я кое-как узнал, как звать. Нормальный, молодой, мужской голос. Я хочу к вам на занятия ходить. Но у нас нет сейчас занятий. Мы на дому собираемся. Но я хочу... А почему вы решили? Ну, я был в епархии. Был в Покровском соборе. Они посоветовали. А они посоветовали. Ну, ты понимаешь или нет? Они, как огня, меня, говорит, боятся. И ненавидят меня лютой ненавистью. И они его посылали. Это, я говорю, значит, то, что они вас что-то заметили, негодным. И эту мину решили мне подложить. Они не приняли. Даже на их уровне. На их уровне супермерзком. Вы негодные там. Он кое-как это выдержит. Гляжу, его уже начинает заносить дальше. Думаю, ну, сейчас он начнет меня или материть, или еще что-то. Я по-хорошему, по-хорошему оступил. Он сказал, нет, а что, вы совсем из дома не выходите? Да, я не выхожу. То есть я нужен. Мне лично с вами надо поговорить. То есть я не знаю, зачем эти люди, откуда они, что у них в руках. Ломик, нож или тюльпаны. Не знаю. Я просто отказываюсь. Я говорю, там ведут занятия такие-то священники. Новый епископ Сергий Иванников. Хороший. Он был в Потеряевке. Называют там Кридуна, других Песуна. Священники. Хорошие преподаватели. Митильницкий. Вы к ним подойдите. У них здание государства построено такое. Недесчастный дом-то. Они академию кончили. У меня нет ни одного класса. Ни одного дня я в семинарии не был. Так что вы мне будете учиться? Нет, только у вас. Только тут могу правду узнать. Ну то есть начинает льстить. Моя правда никому из вас не нужна. Потому что она, правда, написана в Евангелии, Библии. Я вам ничего не добавить не могу. Берите, я говорю, считайте. Да и положил. Тоже помолиться надо. Братья и сестры, вот я просто хочу обратиться, обратить вас, каждого из нас, и меня в том числе, к совести нашей. Потому что бывает мы иногда вот маленький благовидный предлог, но его возводим до уровня того, чтобы нам не пойти в храм. Казалось бы, вот тот же предлог у Нины вот был, да? Тот же тяжело больной муж был. Но ходила она постоянно в храм. Она не пропускала. Ну а тут вот у Надежды Афанасьевны, да, больная мать, но вот не может она ее оставить никак. Но если на полчаса она оставила, на час она оставила, что совсем никак. Я хочу сказать. Во-первых, у нее два человека. Ни один, ни мама, а двое и лежащих. Это раз. Во-вторых, значит, это самое, у нее нет никого, за кем ухаживать. И никто из нас никогда не пришел и не помог. Но мы ее рассобираем на каждом собрании. А почему не пришли и не спросили? И почему не сказали, я останусь за тебя, а ты иди, пожалуйста, в храм. Вот мне прошлое собрание Татьяна Александровна сказала, что, говорит, она мне предложила, что останься за меня, а я пойду. Она говорит, а я тоже хочу, батюшка приехал. Она говорит, ну и все. На этом и закончилось. Значит, я и остановлюсь. Татьяна Кузьминична, Татьяна Кузьминична говорила. Простите, в этот самый, она в Дмитрия Ростовская приходит, она пришла, помолилась на полчаса, на 40 минут и убежала. А к нам приди, будет писать заявление о том, что почему она поздно пришла и почему она поздно и раньше ушла. И будем разбирать потом на собрание. Все. Я не согласна с тобой. Татьяна Кузьминична говорила о том, что было предложение. Она от этих предложений отказывалась. И все, не возможно, говорится, она не расхомаривает. Она отказывается. Было предложение, но она отказывалась от этих предложений. Она сказала, приходите ей. Татьяна сказала. Ей сказала, а тебе, сказала она. А я ей предлагала. Ну а зачем вы нас требуешь? Ты бы сказала, я предложила. Тогда бы была ты бы это. Нет, разговор-то был об этом. Ей предлагали, но она не согласилась. Она вообще странный человек. Она не согласилась и на помощь. Она отказалась сама. Вообще ей предлагали. Предлагали на воскресенье именно на время службы? Когда хочет. Ну конечно на службу. Речь идет на время службы. Я не знаю. Ей просто предлагали нашу, что мы можем вам оказывать помощь. Уж как бы там мы ходили. Может вот так же расписание какое-то бы составили. Как вот сейчас мы ходим же к бабушке. По расписанию ходим каждый день. И им тоже предлагали. Такого предложения не было. Ну конкретно не знаю я какое. Она же не нуждается в нашей помощи на неделе. Именно идет речь о на службе. Она не бывает на службе, потому что не может. Вот это ей нужно предложить. Ну когда-то будет такое время, когда она освободится. Не надо ее отбрасывать. Надо за нее молиться. А кто поможет? А никто не говорит. Да, да. А может помочь? Да. Но она раз оказывается, мы чем можем помочь? Только молитвой. Ну будет такое время, когда она освободится. Она снова к нам придет. Мы не будем возражать. Мы помним ее. Мы за нее молимся. Придет она как к себе домой. Еще можно сказать. Она всегда щедро помогала нуждающимся. Причем очень даже щедро. Молодец. Я хочу сказать, что вот она... Я живу в доме, где фармаптека, фармкопейка и фармагрош. Две аптеки с дешевыми лекарствами. Так вы знаете, у нее даже по рецептам на каждого больного выходит по 4-3 тысячи. Я ей в месяц закупаю лекарства в этих дешевых аптеках. Понимаете, как? Вот сколько у нее, насколько... Без таблеток, дядя вот этот вот, он ежедневно 3-4 таблетки. Причем только те, которые врач ему выписывает. В таком тяжелом они состоянии. Она говорит, я уже надсадилась переворачивать его сбоку на бок. Он еще мало того, что лежачий, он еще как-то скрючился в последнее время. Понимаете, как? Его проблема подмыть и вообще, ну, ухаживать за лежачим больным, что тяжело бы. И она вот вырвется на какой-нибудь полчаса. Я говорю, уже сегодня прибежала, служба почти закончилась. Ну вот, я только хочу сказать, что мы должны молиться и помогать. Еще раз предложить помощь, это одно. Второе, вот на такую реплику, что вот тут ее, если она придет на полчаса, и ее тут будут по голове стучать, что ты почему уходишь? Ну что, совсем тут изверги, что ли? Не поймут, что ли? Никто этого делать не будет. Не нужно об этом так говорить. Это ей тут далеко не разрывается. Ей там, она там действительно, там лучше, чем здесь сейчас. Пусть пока не разрывается. Ну, просто расписание, если что-то. Одним словом, мы поняли ситуацию. Да, мы знаем, что у нее тут. И, да, трудная ситуация. Будем о ней молиться. Еще раз предложить помощь ей, конкретную, физическую, нормальную помощь. Да, она и сама еще себя чувствует не очень. У нее тоже не здорово. Понятно, что она не девочка же, тоже понятно. Но она сиделок наняла, среди недели сиделки сидят. Так, еще у кого у нас? Как там Александрушка наша? Я давно не слышал. Сходи, никакого хорошего нет там. Сходи. По праведанию. Да, да. Ну, для ее возраста и для ее болезни, вообще даже до этого перелома, у нее же заболевание серьезное. И вот в соотношении с ее состоянием до вот этого, и как сейчас, ну, я скажу, что это нормально она себя чувствует. Для больного человека это нормально. Бог дал ей хорошее терпение, а у нее есть. Ну, просто это Бог дал ей. Вот немощно, а дух бодр. А это главное. Слава Богу, аллилуйя. Ее терпение очень такое крепкое, дай Бог каждому. Так что хорошо она себя чувствует. Ну, это главное, что дух бодр. Это главное. Еще о ком мы не вспомнили, кого нет рядом с нами, ближние наши. Посмотрите рядом, кого нету. Николая вот нету по Льгоеву, но он на работе. Надежды? Помолитесь за Николая. Он хотел пойти на пенсию, ему вот зимой надо было идти на пенсию, и мы так все были рады, что он хотя бы будет ходить постоянно. Его уговаривает начальство, чтобы он остался, потому что там работать некому. Помолитесь, чтобы он не подался на эти уговоры, чтобы он все-таки пошел на пенсию, чтобы ходить в храм, как положено. Ну пусть по воскресеньям ходит, да так-то пусть работает. Да, на пенсию не там, но они вас ждут. Там, там, все-таки, все-таки. Да поможете, все время воскресенье. У вас другая, какая-то работа найдешь, если уж он хочет, уже работает. Ну пусть он уходит на пенсию, а потом будет работать где-то. Вот я прошу, как он помолит, это он сам не хочет. Так, кто-то от него зависит прежде всего. Это и он, за него помолился, чтобы Бог ему дал разумение. Надежда тоже, Надежда Андреевна на работе. Вчера она была на службе, сегодня на работе. Да, вот барабашей нету. По какой причине? Мы ехали, не знаешь, уехали домой или что? Мария сегодня на службе в Покровском. Она поет, она же там учится, и сегодня у нее она там поет. На клирик. Она учится где там? На пении, учится петь. На регента. На регента учится? Так, еще, да? Нет, на стороне еписок уже нет. У нас, чтобы узнали все, возобновились, занятия на дому мы собираемся. Значит, в понедельник в 4 часа мы собираемся у знакомых Надежды Васильевны в районе Никитина 128, а квартира 1 в 4 часа. Я не знаю, можно туда приглашать? Не знаю. Да, можно. Значит, в среду в 4 мы собираемся у меня, каждую среду. Это Горноалтайская 21-355. И в пятницу планируем собираться у Александры Михайловны. Так? Или не так? Так. Так. Ну, в пятницу она болела, занятий не было, а Бог даст следующую пятницу на Октябрьской площади у нее. Поэтому, я не знаю, как там и там, значит, вот по средам в 4, у кого есть знакомые, которые бы хотели бы ходить на занятия, поговорите с ними и пригласите. Вот. Пусть приходят. Будем заниматься. Все. Так. Игнатьевич, Вам слово. Дела житейские. Они с духовными переплетаются, и поэтому вы стараетесь все, что слышите, переводить то, что слышали сегодня из Златоуста. Вот говорят о блудном сыне. Я встречаюсь с человеком, который старается помочь неверующим, неверующие дети совершенно ничего, ни в чем они не нуждаются, живут в достатке. И он буквально все туда валит. Я говорю, а зачем ты это делаешь, но это же дети мои. У Бога другая шкала. Не дети, а духовное родство во Христе Иисусе. Если дети неверующие, они попадают в слово мир. Мир и вера это абсолютно несовместимое. Ну, они же, он не знает, что сказать. Там внучата, он уже прилип к этому. Проверьте себя, все ли нормально. Для верующих вопрос решен. Для меня мир распят, и я для мира. Два мертвеца. Нет все туда, их квартиры туда подписывают. Сколько ни бьются, ничего нету. Ваши дети, которые устроены, работают. Но они неверующие, поэтому они там успели взять больше. Закончили, продвигаются по службе. Умирают, квартиры идут им. А свои верующие жить негде. Платят деньги нормально. И при том не действует нисколько. Действует пример. Не действует пример. У меня что есть, вплоть до последней тряпки. Все подписано кому-то. Какой еще пример-то давать? Вот это все уже занаряжено. Люди уходят или что-то на других переписывают. Опять деньги платить надо. Я эту неделю просто бьюсь за одного человека. Ему нужно жить. Квартира. Оба верующие. Жить негде. Они московской патриархии. Какая разница? Для меня это и бактисты нуждаются, я им помогу. Для меня нет разницы. Адвентисты, я им всегда спешил на помощь. У бактистов сижу, объявляют. Такая-то сестра нуждается перекрыть крышу. Я-то кто? Никто их враг. Но я-то расслышал. А они собираются к десяти. Я уж половину крышу разобрал. Там с потемок сижу. Как сейчас помню, там присвятер был Никонов. Алексей Дмитриевич, знаешь его. За одним столом. А в среду дают полные две тарелки вареников со сметаной. Он свою-то приговорил на меня. Спрашивает, ты не будешь? Я говорю, нет. У нас пост. Он ее опрокинул. И наш хороший ты человек. И сразу меня похвалил. А до этого только гвоздили меня и гвоздили. В хорошие люди очень просто выйти. Научитесь различать. Верующие и неверующие. Я просто говорю, буквально ни на чем. На тебя уже показали. Они посты соблюдают серьезно. Уже у баптиста пошла молва. Коснулось опять крышу ни у кого-то. У благочинного Войтовича отца Николая. Я опять там на крыше первый. И они за столом все-таки осмелели. И говорят, а вот он, Игнатий, а чем он от нас отличается? Он говорит, тем, что не пьет. Я вот налил, вы выпили, уже третью бутылку вам поставил. Помощникам. Да он не берет. А он такой же, как мы. Но одно качество он выделил. И тоже ко мне не расположены. Надо пощаще из дома выходить. Вот услышали, сегодня нет. Таких сестер нет. Почему нет? Сходите, узнайте, поговорите. Предложьте что-то в себя. Она не хочет, чтобы были. Она не хочет. А ты попытайся все-таки пролезть туда. Ведь бывает так, девушка познакомилась с кем-то. А родители против. И все равно она как-то, если она по-хорошему-то пытается устроить свою жизнь. Потому что здесь любовь. Любовь должна быть. Блудный сын. И ему туда передачки отец не посылал. Так? Но он же бедствовал. Понимаешь, что отец это отец духовный. Отец духовный знает. Почему он туда ему передачки не слал? И он уже пришел в чувства. Встану, пойду, скажу. Уже программа под языком-то. Идет. И ему все равно никто не бежит навстречу. Когда в глазах видимых уже стал, тогда отец побежал навстречу. Вот нам пример. Не лезьте туда со своими дарами. Им нужен дар духовный. А теперь я это переменяю к сегодняшней проповеди Златоуста. Все погибает, а милостыня остается. Правители меняются. Жизнь наша дряхляет, а милостыня все время сияет. Мы едем до концов вселенной. И я получаю ответы. Люди, которые касаются этого. Вот только за месяц, я не знаю, по полному комплекту. 38 книг, сколько мы уже послали. Люди требуют. Хотим, чтобы в личной библиотеке было. Люди, которые приходят. А книги-то там не все рядом. А как получить все? Постоянно выходят. Но постоянно я не могу всем высылать. У меня определенное число. Мы даже... Дайте, я говорил. Главное для нас это ставка. Где нам остановку сделать? Пока не сделано ничего. Второе, чтобы поехал обязательно Николай Кручина. Если не он шофером, то никого больше нету. Никого нету. Может быть Николай Пальгуев только. За его мастеровитость. А это дальнобойщик. Приехали, Николай слег. Совершенно не может ходить даже у него с поясницы. Молились об этом. Все, стало на ноги. И почти наверняка он уже поедет. Слава Богу. А я только каждый день, Господи, возьми сердце его и Виктора Савченко и расположи, дай здоровье. И уже сейчас Николай уже заказывает, что нужно, как... Я уж не боюсь, что слово сказать. Чего бы он заботился? Заботился обо всем, что нам требуется. У него полное знание и интуиция высоко развита, куда ехать на уровне интуиции. Я просто не встречал раньше еще таких людей. Я считал это в духовном плане, а это вот даже в этом. Нам нужно сухари. Обыкновенные сухари. Глушков помог мне на заводе, там где-то что-то в маленький брак, там недопечено привозил, а у меня русская, не русская тут печь. Я насушил полных 12 кукулей. По 50 килограмм, которые давит. Удавил все. Ну, никуда нет. И я приехал и теперь стал искать клиентов. Кому мешок, кому два. Ну и раздал. А оказалось, нужда-то самому сейчас. А сухарей-то и нету. Так помаленьку откладывайте. Еще сердце расположено к сухарям. В начале мая я попрошу принести. Нам нужно два полных мешка. Белых или серых? Любых. Понимаете как? Я верю в это. Если я пустил по водам хлеба, написано пускать, они ко мне приплывут в мои мешки. Не от тебя другого подойдут. Вот слово сказать. Вчера батюшка вечером пришел. На мой завод за ужин уже. Батюшку чем-то занять надо. Чем занять-то ему? Фильм показать какой-то? Говорю, видел, видел. Я говорю, а ты из Смирь давно видел? Ну так, вижу, что-то у него такое в тумане. Я включил. И он до конца сидел, не отрывался. Смотри, как надо молиться. Как любить, надо народ свой. Как заботиться о нем, о всем народе. Вот когда молится здесь Мардахей, она там молится и показывает то тот кадр, то тут, как она молится. Я покинутый, Господи, помоги. Введи меня в благожелательное расположение царя ко мне, чтобы зайти. А он молится. Мы погибли, Господи. Достойно мы получаем. То того, то другого. Это центральный момент, батюшка. Смотри, останавливай опять. Смотри. Как надо научить, чтобы люди молились. А Бог заставит молиться. Они так начали молиться когда? Нужда. А вот когда нужда приперла, указ вышел. Истребить всех до самого маленького младенца, как у Гитлера. Ну и что? Если бы Гитлер-то читал Библию, он бы знал, чем он закончится. Та же, как Аман, будет повешен. Второе. Мы о милосердном Самарине не слышали. А сколько же здесь всего сегодняшнего там говорится? Шел из Иерусалима Верихон. Вы знаете, что не из Иерихона Верихон. Тут разбойники не трогают. А оттуда, когда ты отступаешь от святости, к язычеству тянешься, вот тут тебя разбойники хватают и бьют. И далее. О безразличии тех, кто приходит. И как находится-то человек. И как отвечает. Это все Господь, притча отвечает на вопрос. А кто мне ближний? Он не знает. Люби ближнего он считал. Господь говорит, как считаешь? Он отвечает как на пятерку. Богословские курсы кончил. А когда до дела-то дошло, он не знает, куда вернуть. Все время считал ближнего, люби ближнего, ближнего. А кто ближний-то и не знает. И Господь показал иноверец. Баптист, адвентист, а ты самарянин был. И когда Господь спросил, кто ближний, он не сказал самарянин. Даже произносить имя его не хотел, говорит Златоуст. Нации, подумаешь, евреи тут, жидовье. Вот это вот все наше. Это здесь надо смотреть корень-то. Оказавший ему милость. Так он еще ответил неплохо. Оказавший милость. Так вот, вспомнят ли нас люди, которые рядом с нами. Мы едем и оставляем хлеб. Не сухари. И нам нужна помощь. Вы знаете, в чем она выражается. Нам нужно представить, когда при отъезде, при проверке в наличии 11 тысяч евро. И плюс на дорогу около 300 тысяч. Дальше умножайте. Да хоть что есть, ничего нет, считай. Но все будет. Поэтому поспеши. Ты не нам даешь. Если в этом ты сомневаешься, не давай. Мы несем для людей хлеб. Мы поднимаем из раненых. Мы даем гостинику 2 динария. То есть Ветхий Новый Завет. Мы едем с великими дарами. Хочешь быть участником, а ты-то не можешь. Ну, Сергей-то Павлович, понятно, нам охрану дает. С чемпионом России, ураганом. А другие-то как? Вот сидит. Покажу, где она у нас тут. Что-то не вижу. Барышника-то, Валя, где она? Да вот она. Вот же, вот. Вот она где-то. Она в прошлом году буквально завалила нас сухофруктами. Я говорю, ну куда столько? Ну, оху, беру. Да не скудеет рука, говорит, берущая. Дающая, да не отсохнет рука, берущая. Как нам сгодилось? Мы не можем остановиться, ничего нету. А вода есть. Мы этот инжир пожевали. Там разные, ну, чё-то там не было. Курага, сушеный этот виноград, без косточек, как-то. Кишмиш, и что там называют. И разные-разные. Александра Михайловна там принесла, там, грецкие. И мы дорогой ехали, мы не захудали. А, беда-то, совершенно ничего у нас нет. Мы все это не знаем, как. А в Германии-то вообще ничего не есть. Костер развести, одна вода. Участвуйте. Приготовляйте. Но все время, зная, как я и сказал, Испири, говорит, ты не выйдешь на помощь, Бог пошлет с другой стороны. А ты и дом отца твоего погибет. Он сразу ей показал, с чем это кончится. Не для этого ли стала царистой, не для этого ли вы стали верующими. Чтобы помнить о нуждающихся в нашей помощи. Я получаю вопросы, на которые отвечаю каждый день. Люди с фотографиями. Там одна Наташа Бутусова с Краснодара. Я уже 200 человек от меня получили о вас, о деревне и прочее. Распространяет где-то. Хотела бы как побыть в вашей деревне, пожить. А сидит так, грудь раскрыта. Я говорю, Наташа, тебе со стороны-то не видать, а мне-то видать. Ты уж там, посмотри как. Она мигом переоделась, другие фотографии выставила с ребятишками. Видите, мы должны найти доступ к тем, которые нуждаются в том, что нам Бог дал. Вчера задают вопрос мне, почему перестали писать книги? Это вообще. Вот представьте, сколько книг я ни у кого столько не видел, чтобы у верующих там было. А теперь говорят, вот вы отвечаете, все это ставится на форуме. Это надо отдельную книгу создавать уже. Я говорю, только не я. Я полностью от всего отошел. Полностью. Поэтому они сказали, я должен помолиться. Люди находят в этом утешение, открываются их глаза, и при том с благодарностью. Вот у меня они ладятся с епископом, не ладятся со священником. Я не знаю, как их обличить. Прям пишет. Я ему все это объясняю. Выходить на тропу войны крайне опасно. Выход такой. По соберей молитву за них конкретно. И ты увидишь, как все поползет в другую сторону. Совершенно не такое отношение будет. Я если говорю, я говорю вообще о грехе, которым страдает патриархия. Патриархия, это махина прогнившая. Неправильное крещение. Подряд всех причащает. Я говорю о том, что касается абстрактного понятия. Вот сейчас ролики выставили. Патриарх Кирилл теряет антихрист. И выставляет материалы на него такие-то. Да разве можно это? Он верующий человек. А он антихрист. Он не отрицает ни сына Божия, ничего. Это уже запредельно далеко люди ушли. А ты что, за патриарха? Да, конечно. Я выставил флаг, объясняю. Но патриархия или православная решили Кесарю послужить. А что Кесарю? Кесарю у нас живой. Звать его Владимир. И вот последнее выступление. Видите, я скачу с одного на другое, но все связано. И он сидит вот так, видя министра, и говорит, в прошлом году, а то уже говорят сколько, как мы с мигрантами, которые с юга идут. Вы не знаете, какая цифра? Официально разрешено 13 миллионов. На этот год уже дальше намечено 18 миллионов. Это люди, которых нужно адаптировать здесь, чтобы могли прижиться. Я стал молиться, а почему так это замена? А никакой замены-то нет, народа-то нету. Пустота. И я мысленно пытаюсь проникнуть, где он был, где ездил, за рубежом. Я так картину рисую, может быть, в чем-то ошибаюсь. И вот они его говорят, скажите, Владимир Владимирович, справедливо или нет? Я как бы так рассуждаю. Вот живут там Китайцы. В Индии уже к концу 50-х годов будет больше, чем в Китае людей. Видите, быстрее намного распространяется. Это уже, считай, около 4 миллиардов отойдет сразу. Жить негде. А у вас такие земли пустуют. Правильно или неправильно? Он умный человек. Что должен ответить? Конечно, неправильно. Но у нас должно было быть 600 миллионов, как Менделеев сказал. Но их-то нету 600-то. 500-то сглотнул сатана через коммунистов. А осталось-то чего? Ну и что? Так эту землю как делить будем? Силом брать? Китай рядом ждет сигнала только. Всего мусульмане двинутся. Вам это надо? Или вы миром начнете заселять? Люди все божьи. Согласен, согласен. И он делает правильно. А как по-другому-то? Пустующая земля, пустые дома. Мы ехали, 4-этажные дома с выбитыми окнами стоят. Целые кварталы. Никого нету. Стали платить за рождение ребенка. За рождение ребенка отвечает любовь. Больше никто. Деньги платят и рожать не хотят. Никого нету. Страна вымирает. Бегут на запад. Судить это проще всего. И поэтому тебе дана задача молиться о царях и о начальствующих. Я не Путина какой-то там таблоин говорит. Нет. Ну, у меня обязанность такая. Я обязан молиться. Чтобы Господь и нас сохранил на этом. Так, место ставки у нас неопределенно. Помолиться. Далее. Я болею. Болею необычно. И чего уже скрывать буду говорить. Помолиться. Ровно 6 месяцев назад. Почти день в день. Я только ноги подстриг и стал убирать. Тут она у меня дорогая, близкая. Тут убери себя что-то из глаз. Ну, бывает же. Сижу там. Я начал и ногтем задел. Вот это вот здесь вот. И попала инфекция. Полгода. И все время болит. Болит. Я знаю, это отмирает что-то. Конечно. Ну, вы знаете, когда женщина выходит из своего репродуктивного возраста, у нее все болит. И у мужчин что-то тянет, что-то. Это все отмирает. У меня неладно. Я все время мочусь святой водой. Яхали дорогой. Виктор Андреевич там купил какие-то каплищи. И каждый час капает. Я тебя на сиденье опрокину, сам себе капну и дальше. Сейчас нету. Этот гной все выгнуло. Но там что-то, какой-то процесс идет. Помолиться, чтобы мне Бог глаз сохранил. Он мне нужен. У меня всего два. И виновение сам я осознаю. Плохо смотрел, не туда глядел, с чем-то прельщался. Прости меня, Господи. Больше я ничего не могу сказать. Я не оправдаю, что мои глаза глядели хорошо. Нехорошо глядели. Господи, прости. И вот я стою и много, по 16 часов в среднем я за компьютером сижу. Но это абсолютно ненормально. Даже и говорить нельзя. Но я не могу по-другому. Вот утром встал столько вопросов, которые требуют ответа. И на эти ответы идут люди. Вот у меня было такое. Я думал, я все вернулся, теперь делаю так. Которому ответил, да, я понял. Теперь буду молиться об епископе, о священнике. Я вижу результаты. И начинаю дальше. Вы теперь мой духовный отец. Духовный отец прям на каждом. Вчера звонит Самира. Отец, учитель. Всем поклон. Муж у нее мула Мурсяль. Мурсяль. А детей нет. Я говорю, он дома у тебя или нет? Нет. Дома, дома. Он слышит. По скайпу-то разговаривает. Я говорю, ты посмотри один ролик мне. Они как бы, ну дали на него намек-то. В какой-то школе, похоже, что мусульманская, сидит учитель. Ну учитель вот на этой стороне стоит. Оттуда подходят ребятишки. Ну ребятишки, я ошибся. Я думал, нет, это не больше, как лет семь. Мальчики и девочки. А у него в руках вот такая вот линейка, видно толстая. И он их лупит. Девчонка у нее в дискос. Он вот так за волосы ее подтягивает. Что-то там расписался ее. И дальше начинает по рукам, по спине. Они верещат буквально. И подходит вот так вот. Ну и написано, вот как мусульмане воспитывают. Я поставил этот ролик себе. Написано, стоит ли ходить в школу, на форум ко мне зайдите, там строка пятая или десятая какая. На первой странице. Я написал, у мусульман разве так воспитывают. Я стал говорить, она как в захолос. Да нет, отец Игнатий. Это такие люди везде есть. Ну и на эту 130 отзывов. И все одни. Линейку ему забить там в одно место. Это его самого. Ну все. Это фашист. Убить его мало. Это отзывы, которые под роликом где-то. Я никаких отзывов не даю. Я хочу компетентно сказать. И она должна на меня выйти. Я еще такого не видал. И там видно, кто-то ржет, сидит, кто-то снимает. И все давно. Двух-то, кого не наказал. Они как-то подошли. Он что-то отвернулся. Они раз тетрадку назад и убежали, видно. Ребятишки-то. Всех подряд лупит. Вот они, где ваххабиты воспитываются. Слово любовь снисхождения тут даже не маячило нигде. Всех подряд лупит. Вот такой щелкотак идет по рукам. Они верещат. Прям видно, что здорово бьет. За что? Ничего не объясняют какие-то слова. Я говорю, на каком языке-то они? Он сам на шести языках разговаривает. Самир на четырех. Все тамошние языки восточные. Посмотрите, пожалуйста. Ну, даже смотреть она еще не смотрела. Но категорически у нас нет. Она сама преподаватель. Ну, люди-то всякие бывают-то. Бывает. Учительство, ученица живет. Мало ли что. Значит, они собираются к нам в гости. Но только тогда, я скажу, когда самые большие морозы будут. Они тоскуют по сибирской зиме, чтобы не просто приехать, а померзнуть здесь, покататься. Вот мы о них в жаре, когда у них 46 градусов, мы не тоскуем. А они, оказывается, хотят побыть здесь. Значит, его муж сядь, звать, а она собира. На Рождество. Всем-всем поклон. На Рождество. Ну, вот, может быть, на Рождество. И они не забыли, и сами про это напомнили. На Рождественские морозы всегда дуют. Я о маленьких делах говорю, о маленьких, но для меня не важно. У кого рыба есть, не вареная, там, скаблите, приносите мне три кошки кормить надо. Вот вчера одна сестра Доладок, там праздник кошачий у меня был сегодня. На повал лежат, объелись. Принесите. Я говорил в прошлый раз, когда идете мимо, там где-то покупаете, для детей покупаете фрукты. И сюда приносите, вот сюда. А потом отдать сюда. Детям это очень нужно для роста. Так, наш путь, если будет, он идет через Грецию. Первая страна дальнего зарубежья – это Греция. Дальше мы сейчас будем разузнавать, как и что переплыть там через море сразу в Италию. Потому что по берегу Хорватия, она не в Шенгенской зоне. Ну, надо визу достать несколько входов, чтобы можно было сделать. Мы едем, и нас уже ждут. Остался два пункта было. Теперь второй пункт, чтобы Бог дает, уже закрепил Господь, чтобы Николай поехал. А место ставки неопределенно. За Москвой, как Калуга, между Украиной и Москвой, с той стороны. Вот здесь нам нужно напрямую идти. Так что помолитесь. Дальше. Настя Эдробот где? Здесь. В прошлый раз в воскресенье говорили, и батюшка говорил, чтобы мы поехали к Андре. И вы знаете, его разбирали, о чем тут секрета-то никакого нет. Он узнал, что мы едем. Он ребятишек схватил и побежал. А на машине-то Андрей Эдробот. Он где-то здесь должен быть. Головач. 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 Вот. Ну, я говорю, я все равно тогда поеду. Но не один взяли с собой, кто там поехал-то? Татьяна? Кто знает где? Толком не знает. А Настя позвонила, она на работе, ей нельзя даже выйти оттуда. Псисепабрика-то. Ну, мы дорогу остановились, ну и вернулись назад. Сейчас благословение опять от батюшки, чтобы поехать и на месте посмотреть, не просто так говорить. И вдруг я слышу такое, что он не хочет, чтобы не ездили. Ну, это не годится. Мы его всегда принимали, каким бы он ни был. Мы его встретили первый раз таким, каким он себя даже боится. На вокзале. Откуда пришел? Какой? Принял крещение. Нашел жену, которая... Мать, сколько? Четверо ребятишек, наверное. Вот. Мы сегодня должны поехать. Поехать. А уже как там будет, не знаю. Вы мысленно хотя бы коснитесь, чтобы его Господь сохранил. Он очень нужный, важный человек. Потеряевки он таким не был. Абсолютно не был. Если у меня было там в то время много мужиков, было 15, то уходя в лес вперед, я брал только его. Выше всех, какие у меня были там богатыри, я брал его всегда на первое место. Такой он трудяга. Ну, а тут вот Сатана, говорится, вполз в виде змея, и притом зеленого. Так, чтобы всю эту зелень Господь выбросил оттуда. Я вот не случайно об этом сказал сейчас, о делах государственных. Это очень важно. Правители такие даны, какой народ. Люди достойны своего правителя. И от того, что правитель поступает не так, надо смотреть на самих себя. Вот мы все время, когда говорили, ежедневно и ночью, когда молимся, мы молимся о бывшем правителе Горбачеве. Мы молимся, а он может обратиться. Вы все-таки молитву свою расширяйте, а не ужимайте. Потому что новые друзья, новая забота. Вот у меня есть такие сектанты, баптисты, которые очень такие ревностные. Там Осипов, Кураев, это само собой. Я каждый день их поминаю имена. Но эти люди новые, и они это ощущают. Притом спрашивают меня, что-то у меня так пошло. Если вы, наверное, молитесь на меня заширяйте, да, второй день молимся. Господь их трогает, и они буквально лезут теперь там, где мы выставляем материалы. И уже никаких нападок, ничего нет. Мало того, он на нас нападает, он начинает заступаться. Вы, понимаете, оцените, проверьте себя перед Богом, насколько важна вот эта молитва, которой мы молимся. Мы сейчас молимся не для себя, не для многословия. Мы говорим о множестве людей. Где мы будем опять? У нас выставлены ролики, наши беседы в Германии, на Украине, в Азербайджане. Где мы были, не считая сколько там, десятки, десятки, которые были в России. Мы должны понести Слава Божие. И об этом надо молиться. Так, если вопросов нет, остановитесь на том, что сегодня много говорили, что они не умирают. Милостыня. У нас, где ящик висит, немножко, не приходи с пустыми руками, правило говорит. И дома откладывайте. В начале мая, вот вы знаете, кто у нас, Людмила Степановна, кассир. Мы за каждую копейку даем отчет. Все квитки, где мы потратили на горючее, все привезли, все. У нас, говорится, в рубль, в рубль сходится. Но, но ехать не рядом. Не рядом. Я вам говорил, какой маршрут. Это самый дальний маршрут. И после этого у нас будет, если только еще, будет когда-то только внутри страны. Какое отношение к нам, что меня это абсолютно не касается. Отношение это меняется неоднократно. Мы должны выполнить то, что нам Бог назначил. Нам Бог это дал. Дал. Это невозможно сделать. Бог сделал, сделал, а теперь посылает идеи, отнеси. Люди находят ответ на самые злободневные вопросы. Вы зайдите на форумы, там вопросы и ответы, тема только создана. И уже больше 500 вопросов и ответов, на которые я отвечаю. Вот сегодня больше часа я провел за ответами, только утром. Это очень много. Нам нужна молитвенная ваша помощь. Чтобы правильно отвечать, чтобы Господь направлял людей в церковь. Сегодня зашел опять какой-то стихтант. А почему? Написано, лишь бы верили, раньше храма не было. Вот раньше так. То есть он не знает. Я ему должен это показать и раскрыть один раз. Если ничего нет вопросов, поболимся. Достойно есть я кровь и стену. Блажите тебя, Богородицу. И сновлаженную, и пренепорочную. Ты, Мать и Бога нашего. Честнейшую херурим. И славнейшую без сравнения серафим. Без искрения Бога, Слово Родшую. Сучую Богородицу Те величаем. Господи, слава Тебе за этот дивный воскресный день, что возвратил нашего брата Виктора из дальней поездки. Помоги ему правильно употребить полученные знания. Оправдать надежды тех, кто посылал его. И о чем мы рассуждали? Эти дела сам устрой. Мы просим не личного, а для детей Твоих по всему миру рассеянных, и для тех, кто еще не знает истины. Будь милостив. Откликнется на нашу просьбу. И все устрой. Это не в наших силах, Господи. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо.